Получаешь огромное удовольствие, когда присутствуешь на подобного рода событиях. Для города Улейного, не муниципального округа, 115 новых рабочих мест с уровнем облада труда выше среднего по региону. Это действительно прорыв. Но для нас это важно еще и с той точки зрения, что параллельно около 15% залежных земель Улейского района вводим снова в сельскохозяйственный оборот. Ну вот так торжественно губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин разрезал ту самую красную ленточку, что означает, что новый комплекс Никитина открыт и готов работать на благо нижегородцам. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, как же там все устроено. Данный комплекс рассчитан на 1052 коровы. Ну, как говорится, на 1052 головы. Сейчас здесь находится порядка 800 особей. Вот здесь мы можем за ними наблюдать. Вообще здесь два таких вот больших ангара, два стойбища, которые между собой соединены специальным помещением. Но самая особенность, конечно же, данной новой ферме – это роботизированность. Пойдемте к тому самому роботу, и я вам подробнее там о нем уже расскажу. Итак, робот находится в этом же помещении, вот здесь специально для него отгорожен. Пойдемте, зайдемте внутрь. То есть выглядит робот вот так вот. Вот такая вот эта специальная машина. Говорят, что… Вот здесь можно видеть лапу. Говорят, значит, что молоко попадает чистейше, абсолютно чистейше. То есть корова заходит в специальное для нее, значит, место. Там насыпают более вкусный корм, чтобы она к нему привыкала, к этому роботу. И робот при помощи своей такой, так называемой, лапы к вымю подает, значит, вот эту самую лапу, да, обрабатывает вымя, чтобы оно было чистым, и уже прицеливается к каждому соску отдельно. И таким образом начинается процесс дойки. Причем очень интересно, что качество молока анализируется сразу же здесь, в этом же роботе и аппарате. То есть если молоко чистое, оно сразу же попадает в общий резервуар. Ну, а если, допустим, бывает такое, да, там, маститу коровой или еще что-то, то молоко уходит совершенно в другой, значит, резервуар, и корову помечает, и с ней начинает заниматься уже ветеринар. Вот такая вот умная машина. Ну, так как очень много животных на комплексе, мы не можем там всех осматривать, например, каждый день проверять, и просто мониторим это по компьютеру, система выдает какие-то сбои, какие-то предупреждения о состоянии здоровья животного. И мы уже наблюдаем по этому, ну, и идем проверять именно вот эту вот корову. Такая роботизированная система, в принципе, заменяет полностью труд человека. То есть здесь людей нет вообще. Коровы перемещаются свободно, значит, автомат свою работу выполняет, но при всем при этом в целом на ферме плюс 115 рабочих мест. Это за счет механизаторов, за счет техники, но и еще эта ферма сама себя частично кормит. Точнее, не себя, но, соответственно, коров. То есть они для себя выращивают кормовую базу и этим пользуются. Вот за счет этого и удалось достичь 115 рабочих мест. Мы обслуживаем и технику, у нас большая служба механизации, у нас часть кормов, которые мы выращиваем сами, обеспечиваемся частично сами. Поэтому, действительно, вы видите, да, и территория, и большое количество изданий, и персонала, и специалисты, и зоотехники, и ветеринарные службы, потому что это все-таки не станки, это животные. Поэтому, да, у нас такое количество рабочих мест. И скотники у нас есть, и операторы на роботах. Все равно же мы к ним подходим, все равно они с нами общаются. Поэтому они у нас и ручные все, потому что все равно мы с ними в контакте работаем. А производительность, как вы думаете, увеличится за счет робота именно? За счет робота? Ну, это зависит от количества доений, да. Это в основном даже не только от робота зависит, то есть это и на дойке может увеличить. Это зависит от коровы, от ее, так скажем, генетики, от того, как ее вырастили, от того, как кормим сейчас. И еще на этом комплексе есть самый настоящий детский сад. Здесь выращивают телят, вот этот телятник, совершенно новый, со специальными боксами. Отдельно каждый теленок в своем боксе ждут, когда они уже перейдут в новый большой скотный двор. В планах у молочного двора Никитина выйти на объем в 30 тонн литров молока в сутки. Конечно же, новые технологии в этом всему будут способствовать.